Кто может направить запрос в государственные органы? Кто может направить запрос в государственные органы? Приняты порядок получения корреспонденции, например, через канцелярию или на личном приеме, затем явится в соответствующий государственный орган. При себе нужно иметь письменный запрос и его копию, на которой вам должны будут поставить отметку о получении запроса. Это штамп органовласти, подпись работника, получившего запрос и дату получения. Копию запроса с отметкой о получении храните у себя в качестве подтверждения факта обращения. Существует много возможностей передать запрос в государственный орган. Однако мы рекомендуем либо направлять запрос в письменной форме, почтой, либо отдавать его непосредственно представителям государственного органа. Поскольку в этих случаях документально фиксируется факт получения запроса, а также точно сформулированное вами содержание этого документа. Что может быть понадобится, если предоставление информации будет отказано? Если же вы решили обратиться в орган власти с устным запросом или отправить письменный запрос по электронной почте или факсам, рекомендуем вам через несколько дней узнать по телефону, зарегистрирован ваш запрос или нет. Если же вы решили направить письменный запрос по почте, то рекомендуем воспользоваться услугой по отправке письма с письменным почтовым уведомлением. Для этого необходимо в почтовых отделениях запросить бланк уведомления и попросить специалиста помочь вам его заполнить. Позднее, после получения вашего запроса к государственным органам, уведомление будет доставлено по адресу, который был указан вами как адрес доставки. Услуга платная, но она гарантирует принятие государственным органам вашего запроса, и в случае необходимости может послужить доказательством вашего обращения в соответствующие государственные инстанции. В запросе нужно указать фамилию, имя и отчество гражданина физического лица или наименование организации юридического. Требования к запросу. Первое. Необходимо указать суть запроса. Суть излагается максимально просто. То, где, когда, зачем. Второе. Запрос должен быть подписан и как минимум должны быть указаны фамилия, имя, дата и почтовый адрес. Третье. Анонимные запросы не рассматриваются. Четвертое. Ответ предоставляется в течение 15 календарных дней, либо 30 календарных дней, если нужна дополнительная проверка.